Если говорить за последние несколько суток, то по нашим данным за двое суток выпало полторы месячные нормы осадков. Тем не менее, можно с уверенностью это сказать, что город достойно все это пережил. То есть мы и первую нашу ночь, когда всю ночь шел ливневый дождь, утром одесситы фактически этого не почувствовали. И этой ночью, у которой был обильный снегопад, метель, порывистый ветер, уже по состоянию на 11.00 могу сказать, что было повалено больше 50 деревьев. Фактически все распилили, вывезли. Все остановки убраны, почищены, посыпаны смесью. Основные пешеходные зоны тоже все вычищены. Это было сделано еще утром. Магистральные дороги были все вычищены. И весь общественный транспорт полностью работает в полном объеме. Сейчас ведутся работы по межкварталкам. Сейчас в основном это работают ЖКС. Это КП «Городские дороги» работают с остановками, скажем так, в удаленных районах. И на данный момент еще есть несколько деревьев, которые, я думаю, до конца дня мы тоже уберем. Большое дерево на Успенской занимается этим деревом. Потом достаточно большое дерево есть в Мальновском районе. Но возможно, по нему уже на данный момент это решен вопрос. Нет полной информации. И еще большое дерево сейчас есть на Французском бульваре. А сколько всего дерево? Это последняя точная информация, которая у меня бывает. Это 51 дерево. Но вот еще добавились вот эти три. Поэтому, скажем так, больше 50. Вообще можно его... Сколько предвызванных стрессов было с теми всей ночи? Если говорить по подразделениям, по КП «Городские дороги» было задействовано 76 единиц техники. Это снегоуборочная и это посыпальная техника. По КП «Городские дороги» было задействовано 6 единиц техники. По КП «Городские дороги» было задействовано 2 единицы техники, а днем 6. И по ТКП «Городские дороги» тоже задействованы 4 единицы техники. Мы готовы, но все равно рекомендуем жителям еще в предлежащие сутки без особой надобности не покидать дома. Потому что сегодня ночью, опять-таки, ожидается снег. С учетом того, что еще и минусовая температура, то наверняка будет гололед. Поэтому без острой необходимости особенно выезжать на автомобилях ночью я бы не рекомендовал. Во-первых, это небезопасно, а во-вторых, это мешает технике. Продолжение следует...